Всем привет, я Эмбро и это Виктория 2 на канале нашем. Вы верите в это? Я не очень. Я даже не думал, что я к ней притронусь. Меня столько пугали тем, что это самая сложная игра парадоксов. Ну не считая Хойку 3. Хойку 3 я реально никогда не трону. Вот, а Виктория, по сравнению с той же самой Хойкой 4, это сущий ад. Ад, в который я играть не умею. Название видео при этом немножко... Ну как немножко? Я вам наврал. Я ганстер, бандит, мафиотник. Я наврал, да. Название видео не соответствует действительности. Это моя не первая компания, а вторая. Моя первая компания была за Персию. Сейчас мы будем играть за Афганистан. И по сравнению с Персией вы скажете, что Афганистан? Он здесь покусан вообще. Ой, ты что? Лучше за Персию. За Персию я играл. На первый раз на меня напала Турция. Скоро захватил. Второй раз, ну, я откатился просто. Россия. Россия захватила меня. Дальше. Я понимаю, что мне нужны союзники. Начал освоивать дипломатию. Засоюзился с Пенджабом. Он здесь такая шишка важная. На него напала Британия. И меня захватила Британия. Ну, она такая пришла сюда, набила мне морду и свалила. А Пенджаб захватила. В четвертый раз, когда я откатился, Тегеран оккупировала Япония. Даже не спрашивайте, как так получилось. И вот я понял, что я, в принципе, уже здесь кое-как играть умею. Поэтому решил сесть за Афганистан. Ну, вы так и скажете, Эмбра. Послушайте, ну, есть же куча топов стран для новичков. Там Британия. Смотри, как на себя себя хорошо чувствуют. Захватываешь все подряд. Осваиваешь кучу механик. Тоже самое США. Тут может Техас научиться хапнуть. С Мексикой побороться. С Мексикой вроде большая страшная, но она слабенькая. Так что ты научишься еще и сражаться здесь. Россия. Россия большая страшная, но она очень достаточно простая. Те же самые немецкие страны, Франция. Эти страны цивилизованные. Поэтому там куча бонусов тебе наваливаются. Ты можешь там спокойно делать все, что хочешь. А Перс, Афганистан и прочие здесь вот эти вот огрызки являются нецивилизованной страной. Множество здесь механик просто закрыто. Это, естественно, плюс для меня, так как чем меньше механик мне придется за раз освоить, тем проще. Но эти механики дают бонусы и преимущества. Поэтому меня и захватывали всякие Турции и Россией. Потому что я даже ничего не мог им сделать. Мои войска небоеспособные были по сравнению с ними. И в плане экономики то же самое. Но олды знают то, что когда я пробую какие-то новые игрушки от парадоксов, либо же моды, я сажусь всегда за какого-то отстраненного слабенького огрызка. Так как когда на тебя сразу наваливается куча проблем, тебе потом просто проще. А вот когда тебе все дают наблються, это, во-первых, страшно. Потому что слишком много всего дали, и что с этим делать, непонятно. Вот. А так ты постепенно двигаешься, расширяешься, улучшаешь свою страну. И ты понимаешь, что ты вот это вот создал. Ты понимаешь, как ты это создал. И что тебе делать дальше. В отличие от того, когда тебе все это сразу просто дают с самого начала. Вот. Поэтому будем сейчас мы мучиться за этот Афганистан. Я думаю, это будет точно интересно. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну а мы с вами. Давайте уже начинать. А я вот когда смотрел еще моментик всяких там летсплейщиков по этой игре, что они там делают. Ну, лично на кого я натыкался, все пользовались сохранением и загрузкой. Да, здесь один маленький шаг, и компания накрылась. Поэтому, не знаю, как в следующей нашей компании. С вам, конечно, эта игрушка понравится на канале, буду дальше снимать. Тем более, там скоро третья часть выйдет. Так вот, я думаю, что в этом прохождении в первый раз можно все-таки попользоваться будет сохранениями, загрузкой. Ну, один раз не плохой ютубер, ты, так и правило у нас пускай будет, один раз можно. Потому что не хочется, чтобы эта кампания закончилась, ну, прямо сейчас. А потом уже будем смотреть. Так вот, в плане наших войск у нас тут, ну, очень даже, кстати, неплохо по сравнению с всяким там калатом, экраном и так далее. Ну, хотя Пинджаб пожирнее. Здесь вот можно смотреть статус твоей армии. Ну, в данном случае не нашей армии, а Пинджаба 12, а у нас 20. Чем больше число, тем хуже армия, так как это топ. Статус это топ. У России здесь вообще второе место. Так что Пинджаб сильнее нас. Ну, оно и понятно. А вот какой-нибудь калат захватить, 36 место, можно будет сейчас спокойно. Поэтому давайте-ка подводить будем войска. Так, давай-ка сюда. И вот сюда эти вот девяточки мы объединим. Ну, как раз три у нас пачки будет. По технологиям здесь ничего мы, конечно же, изучать не можем. Вот. Это тоже важная проблема таких вот нециализованных государств, так как технологии дают огромные бонусы. А у нас их просто нет. Но мы сейчас можем, ну, что можем, мы обязаны сейчас будем здесь проводить реформы, чтобы получить потом цивилизованное себе государство и заниматься уже возможностями, которые дает это самое государство. Так вот, нам здесь нужно провести эти вот реформы. Не все. Можно выбрать, например, вот такие вот, которые дают прогресс цивилизации, но при этом не дают никакие бонусы. А можно не торопиться брать бонусы. Вот здесь вот, например, бонус качкам завоеваний. Ну, и прогресс цивилизации плюс 10, а не плюс 25, как здесь. Так что лучше будем вот это брать, так как нам нужно будет как-то получать бонусы, иначе будем отставать сильно от наших соседей, которые, благо, тоже не цивилизованные. Поэтому я и сел за Афганистан. Так как он окружен огрызками, которые ничего из себя не представляют. Насчет бюджета сразу нужно, не отпуская паузы, сделать вот так. Это налоги у нас, ну, значит, 100%. Я был бы плохим президентом, но, извините меня, тут мы вынуждены это сделать, так как без налогов на максимуме мы будем терять деньги постоянно. Пошлины. Ну, пошлины мы, так как нет цивилизованного государства, у нас импорт такой себе. У нас же нету там никаких крупных производств, у нас одни кустарники, которые, по сути, работают с тем, что вот здесь у нас в государстве есть и сырья. Пошлины я сейчас приподниму, давайте на 100%. Так, оборона пока в минус, потому что сейчас не воюем. Управление, управление давайте. Я, насколько я знаю, если управление не с кем держать, то там будут всякие дебафы на провинции накладываться по типу преступности и тому подобного. Образование нам нужно поднять под 100%, потому что от образования зависит. То, сколько мы здесь вот очков будем получать. Мы, так, вот очки исследований. Вон, тут написано, сколько получаем. От грамотности, от базовых очков. Исследований в день, ежедневные очки, плюрализм, священники дают, ну и так далее. В общем, чем это быстрее у нас растет, тем быстрее мы будем брать реформу и, соответственно, станем цивилизованным государством. Я сейчас отпускаю паузу и смотрим на наш бюджет. Ну, он там в плюс время от времени выходит. Так, смотрите, нам предлагают союз. Бухара. Так, это вот ты. Слушай, во-первых, я хочу с тобой повоевать. Так как вот территория Бухарский, Западный Афганистан, ну, Западный Афганистан. Немного мешает нашей дипломатии, такой вот положительной. Поэтому я откажусь от этого. Тем более, союз с вот этими вот тремя среднеазиатскими государствами очень опасен, так как Россия сюда вот стремится всегда. И поэтому мы можем напороться на саму Россию. Хотя всегда можно отказаться от помощи этим государствам, нашим союзникам потенциальным. Но мне это не нравится, так как меня часто предавали тоже. Тот самый Пенжап, он предавал меня. Потом, когда на него Британия напала, я такой, ой, блин, ладно, помогу. Ну ладно, это такое. Так, значит, мы здесь истощаемся, да? Это плохо, что истощаемся. Ладно, давайте свалим на север. То в пустыне стоим, тут тяжело находиться. Когда будем уже планировать воевать, нападать, мы тогда подведем войско. Сейчас желательно денежек нам накопить. Шо? Военный парад. Честь и справедливость. Великая слава на все времена. У всех групп населения повысится агрессивность, но это на старте игры, насколько я знаю, не очень-то и страшно, потому что я тестировал эту агрессивность. И, насколько я знаю, это просто там увеличивается шанс восстания и тому подобного. Но, как бы я там ее не повышал, их не было просто. Давайте рискнем. 8 престижа. Это у нас престиж вот это. Кстати, у нас было 0. Теперь 8. Вау. Рост престижа зависит от развития культуры и успеха в управлении страной. Хорошо. У нас по престижу 15 место. Чё с ним? Мы такая престижная страна. Подживо Пенджаба. 0. Персия. 0. Видимо, тут просто нам очень сильно повезло, и мы так чё, можем реально престижной страной стать. А у Осман 20. Ладно. Ну, они тут великая держава. Да. 7 место у них в топе. У нас 68 место в топе показывается вот здесь вот. Я, правда, не знаю, на самом деле, зачем я рассказываю всё так подробно. Там престиж, топ, наш бюджет, всё остальное. Тут технологии. Предполагаю, что просто у нас на канале тех, кто шарит за Викторию, ну, очень мало таких вот подписчиков. Все у нас здесь вкользчики. Поэтому их сам нифига не знаю. А то, что знаю, то рассказываю. Но если есть те, но они по-любому есть, те, кто шарит за Викторию очень сильно хорошо, то я буду очень сильно благодарен за любые советы. Потому что игрушка реально сложная, и здесь освоится так за пару компаний нереально. А, и эту компанию, кстати, мы завершим не на каком-нибудь успехе, там, не на захвате мира, там, что, достижения, там, Афганской империи, а на моменте, когда я сольюсь. Да. Мы тогда вот и закончим. Сохранение загрузки не помогает особо. Они спасают положение очень локально. Если тебя хочет Россия захватить, куда ты там не откатывайся, она тебя рано или поздно захватит. В этом вся и проблема. Так, а еще союз предлагают? Ну нет, я на среднеазиатские государства не буду никак поглядывать, кроме как захвата. Поэтому я отказываюсь. Серьезно, союзы здесь, это, конечно, хорошо. Но, блин, меня очень сильно поранило то, что вот союзники мои то отказывались помогать мне, то втягивали меня в какие-то авантюры, которые были просто смертельные и все. Поэтому я лучше откажусь от такого прекрасного предложения. Значит, перестановки в Верхней Палате, да это на самом деле все фигня, так как мы абсолютная монархия. И эти все палаты, то все, это фигня. У нас тут, ну, такие есть символичные партии. Партия и мира, это у нас консерваторы, монарх. Есть также у нас либеральная даже партия. Тут капец у нее, конечно, условия и взгляды, но поддержка 18%. Есть националисты, 11% поддержка. У них почти все то же самое, но у них все то же самое, кроме военной политики. У них шовинизм, а он дает больше бонусов на повоевать, чем милитаризм. Поэтому можно было, конечно, переключить, но у них поддержка низкая. Я не знаю, чем это будет получено для нас, поэтому лучше оставим милитаризм. Хотя там бонусы хорошие, смотрите. Скорость восстановления организации плюс 50%, а здесь плюс 25%, ну и так далее. Лучше не буду дрыгать, пока пускай так будет. У нас сейчас, кстати, уже накопилось 3800. Доход вроде маленький, но это в день. А так как дней проходит много, то мы и купим быстро деньги. Калат. Союз. Нет, с тобой союзиться я не буду. На Калат, чем мы в первую очередь нападаем, а не на Бухару, у нее 42 армия, а у Калата 38. У Калата даже армия посильнее, чем у этой Бухары. Ну, давайте лучше нападем на нее второй раз. Я хочу Калат хапнуть. Вот прям вот очень сильно хочу. И главное, целиком. Просто здесь поводы для войны, они как в Европу универсалис. Вот, например, Калат. Давайте уже будем делать претензии. Завоевание целиком можно провернуть. А вот насчет Бухары, мы походу будем только захватывать одну провинцию. Там есть варианты захватить одну провинцию, либо же все целиком. Если все целиком, то мы выйдем прямо вот сюда вот и будем зажаты двумя вот этими государствами. И Россия будет к нам еще ближе. Так что, если воевать, то, пожалуй, за одну вот эту вот провинцию. Вспышка туберкулеза. Кхе-кхе. Не кашля. Агрессивность упадет, но численность населения уменьшится. Кстати, насчет численности населения и вообще здесь приоритетов, мы можем ставить национальный приоритет на один регион. Только я не знаю, что нам ставить. Я так понимаю, какой мы здесь приоритет выберем, то и будет оно просто продвигаться. Если вот, например, поддержку крестьян, то у нас будет становиться больше крестьян. Если вот, например, поставить приоритет на капиталистов, то их будет просто становиться больше в регионе, и они будут строить больше заводов. Давайте, может быть, поддержку солдат, хотя, может быть, это плохое решение, но давайте я это возьму. Солдаты нам нужны просто. Мы здесь будем в первую очередь воевать со всеми подряд, а потом уже заниматься экономикой. Наша попытка оправдать войну, да, раскрыта была. Мы получили из-за этого 10 бесчестий. Если бы нас не раскрыли, мы бесчестия бы не получили. Оно, кстати, даже немножко уже уменьшилось. 9,91. Оно, в принципе, 10, 15, вроде как не страшно. Если больше 20, там уже могут на тебя нападать, коалиции какие-то, скорее всего, там делаются. Короче, тебя все будут ненавидеть, будет сложнее заключать союзы, потому что, вот, смотрите, направляем сюда, чего ты не хочешь. А, плохие отношения. А с кем у нас хороший коллад? Может быть, у нас стратегический интерес минус 1000. Подожди, я хочу там показать этот модификатор. Плохие отношения. Ну, короче, там будет написано минус большой, и заобещайся вот этого. А так мы даже уже союз ни с кем не сделаем, правильно? О, можем с персией, если очень сильно мы здесь сможем убедить ее в необходимости этого. Без чести минус 19, вот. Агрессивные намерения стороны коллад, что? А, как всем известно, коллад хочет напасть на нас, это только вопрос времени, когда они начнут ничем не спровоцированное нападение. Так что это единственное разумное, что мы можем сделать, как оборонящаяся сторона. Как назло, подробный отчет о их гнусных планах недавно просочился в прессу, и общественность выступает на нашей стороне. Как гнусность их стороны, ну вот. Это всегда работает. В любое время, в любую погоду, в любой век, обвини своего соседа, что он хочет на тебя напасть, и напади первым. И все. Главное, чтобы тебя поддержало свое население, но это несложно организовать. Так что сейчас скорость создания претензий будет повышена. И она, кстати, уже готова. Повод для войны готов. Поэтому сейчас давайте подойдем сюда вот, и будем уже налетать. Захватим его целиком. Кстати, насчет производства. Тут же у него есть шерсть. Овцы. Так, тут у них тоже шерсть. Шерсть. А опиума нету. Подожди. Так, тут шерсть. Это у нас зерно. Ну, хотя бы еда есть. О, древесина. Очень прибыльный здесь ресурс. Он, кстати, я так понимаю, самый прибыльный, потому что приносит 32 монетки. Шерсть. 9. Зерно 2.50. Фрукты 3.7. Так что да, древесина. Это круто. Это опиум? Нет, это хлопок. Шерсть и шерсть. А где опиум, интересно? Ну ладно, с пряностями разберемся. А сейчас давайте будем на калат налетать. Объявляем войну, завоевание. Поехали. Подожди, я забыл тут приподнять расходы на оборону. Опа, все. Быстро налетаем вот сюда. Вот у них здесь организация покоцана. Эти сейчас будут махаться, а эти пошли давайте оккупировать территории. Тут 12 еще у них стоит. Погнали тоже сейчас их размотаем. А эти тем временем будут оккупировать. Также берем сейчас стали... Это что? Черт, у них тут синт. Он был союзником его. Так, ну у него тут статус армии вообще 58, так что это фигня. Но давайте лучше сейчас с ним разберемся. А он пошел убегать. Возвращается. Ой, как же я не люблю бегать за противниками. В этой Виктории, в этой Европке. Они же ходят пачками такими, не как в Хойке. Там-то я привык, что можно фронт просто двигать. Здесь нужно за противником бегать. И меня часто боты любят разводить просто на эти побегушки. Ну ладно. Так, давайте сейчас отойдем вот сюда вот. Чтобы не стащаться лишний раз. Захватываем последнюю провинцию. И присоединяем эту страну. Синт уже все, навоевался. 128, кстати, у него статус армии. Я так понимаю, там у него дивизии. Дивизии. Да, я буду называть войска дивизиями время от времени. У него там полков не осталось. Потому что отступать им было некуда. Они же на нашей территории были разбиты. И все. Поэтому минус все войска. А здесь предложить мир. Они примут это предложение. Есть. Все. Мы захватили сейчас, наконец-то, эти вот территории. Афганский Белуджистан. Нужно еще будет разобраться с Микранским Белуджистаном. У тебя союзов, надеюсь, ни с кем нету? Как смотреть? Союзники. А, вот здесь. Нет, союзников нету. Так, нам еще нужно увеличить число наших войск. Создать армию. Я, конечно, не совсем понимаю, как здесь вообще работает механика найма войск. Но что я вот понял, это то, что она ограничена числом наших провинций. И чем-то еще. Может быть, количеством солдат в этой провинции. Каким-то ограничением в плане экономики. Дебафами, бафами. Но, вот, например, мы можем создать все лишь ограниченное количество войск. Ну, давайте-ка сейчас таджикские регуляры. Вот это вот пуштуны. Еще раз пуштуны. И две конницы давайте сделаем. Вот. Все, больше делать я не могу. И смогу только, когда захвачу новые территории. Вот чем суть. Как я понял, почему именно территории нас ограничивают. И пусть афганские люди знают, что мы не будем спокойно взирать на то, как они отбирают нашу пастушу. Что? Усмирить священников? Избавиться. Давайте, если их усмирить, у них сознательность вырастет. Не думаю, что это важно сейчас для нас. Сознательность там, она важна для цивилизованных государств. Там постоянно требуют у тебя, насколько я знаю, проводить реформы, повышать пенсии, зарплаты, уменьшать нормирование часов работы и так далее. Сейчас у нас такого нет. Мы не знаем, что это такое. У нас все работают сколько надо, и пенсии нет. Поэтому и сознательность ни на что не влияет. Но вот когда мы здесь будем цивилизацию нашу повышать и дойдем до конца, там все это влиять уже будет. Так, у нас уже 3200, 3300. А нужно минимум 6200. Вот еще в два раза больше копить. Ну да, съесть копить нужно. По бюджету сейчас 2500 у нас уже накопилось. Наверное, управление сейчас я приподниму. Так, территорию мы захватили. Может быть, как-то это нам поможет с ними здесь разобраться. Это что? А, войска делаются. Угу. Вот видите, новую провинцию захватили. Больше можем делать новых дивизий. Здесь уже по 21, кстати. Но я сейчас эти вот новые перекину в другую провинцию. Будет у нас еще одна пачка. 15000 у нас еще новая пачка появилась. Единственное, что вот я так заметил, у нас и содержание повысилось, правильно? Или это просто минус такой бешеный? Содержание точно. Хотя оборона минус ноль. Мы войскам вообще, получается, не платим? Просто здесь, в обороне, конкретно я вижу, что идут траты на офицеров. А, и солдат. Получается, мы вообще не платим. Как они не разбежались? Хм. Ладно. Какая вера у наших солдат. Готовы сидеть просто без зарплаты. Ну, кормят, наверное. Хотя на это тоже нужно содержание. Ну, ладно. Прошло немало лун с тех пор, как иностранцы появились у наших берегов. Но их скоро выдворят прочь, утверждают наши военные и религиозные лидеры. На советах говорят, что настало время показать европейцам, что они больше не могут беспрепятственно грабить наши родные земли. Афганистан получит повод для войны. Унижение! Содержавая Великобритания. Не думаю, что мы сможем ее унизить. Если мы ей, в принципе, объявим войну, это будет для нас очень большое унижение. Так что забываем про этот повод. Нам этого не надо. А вот нам надо захватить Мекран. Без чести у нас сейчас 7. На трешку она уже опустилась. Конечно, высоковато. Черт, деньги заканчиваются. Давайте управление сейчас уменьшим. У нас эффективность 47%. Не знаю, это сильно плохо или нет. Я пока не знаю, что здесь плохо, что здесь хорошо, но зеленое есть. Тут денежки растут. Вроде никто нас не захватывает, значит, все хорошо. Пускай чуть-чуть еще без чести упадет, и я начну делать претензии уже на Мекран. Мы, кстати, больше всего продаем шерсти 25. Ну, еще тем более захватили регионы, где только шерсти производится в основном. Бумага из 750-9, пиломатериалы 5,97. У нас здесь вот есть древесина. Вот. И ремесленники, которые занимаются кустарным производством, они как раз вот и делают бумагу и пиломатериалы из древесины, которые здесь добываются. То есть заводы не нужны тут. Люди сами занимаются этим. А саму древесину мы там вроде как продаем, но там небольшие значения. Больше обработанную древесину. А покупаем больше всего чая, взрывчатки и стрелкового вооружения. А ну это потому, что дивизии мы начали делать, вот оно и требуется. И удобрения еще закупаем. Но больше всего чая. Ну вот наш импорт, кстати, у нас серы нету, но мы закупаем ее, и поэтому наши кустари производят удобрения. То есть мы там их закупаем, конечно, но, видимо, не хватает, поэтому производим тоже. Но из-за того, что высокие у нас здесь пошлины, закупать удобрения дороговато. Если сейчас я уменьшу пошлины наше производство, оно во, видите? Удобрения больше не нужны. Кустари вдруг перебежали вот сюда вот и делают бумагу из древесины, которая у нас и так есть. Появляется производство спирта немножечко. Одежда появилась. Для одежды требуется ткань, которую мы делаем из хлопка и краски. Но краски у нас нет, у нас хотя бы хлопок есть. Краску закупаем. Короче, так как у нас здесь эти ремесленники, они самозаняты и делают, что хотят, поэтому оно постоянно скачет, рынок решает, что ему важнее. Ну ладно, из-за пошлин низких я не могу нормально копить себе. Денежки вказаны, поэтому я сейчас опять повыше до максимума. Ну я надеюсь то, что в будущем мы сможем когда-то взять и уменьшить пошлины. Может там до нуля или вообще минус 25 поставить. То есть ты вот прикинь, закупаешь на Алиэкспрессе все видеокарты, а тебе еще и платит государство за это сверху. То есть не ты платишь пошлину, а тебе платят пошлину. Ну это перебор. Не думаю, что это вообще как-то жизнеспособно. А вот 0% это вполне себе, мне кажется, потому что твое производство может закупать по дешевке зарубежные товары, производить их и продавать. И государство будет на этом навариваться. То есть навариваться на этом больше, чем на пошлинах, если бы оно их подняло. Но это пока что нам такое недоступно. Так что пошлины на максимум и сидим вот так. Социальная сфера, видите, тут пофиг. Так, у нас она отсутствует. Ни пенсии нету, ни пособий никаких. А вот это у нас госзапасы, закупка ресурсов из-за рубежа. Я так понимаю, трогать это лучше не надо вообще. Ладно, погнали, давайте делать будем претензию на Микрон. Завоевание, поехали. И у нас сейчас 5 бесчестий есть. Надеюсь, не спалят. Потому что там было написано, что нам хорошо так прибавится, если спалят. Доход пока растет. Спалили. На 15. И у нас бесчестий 20. Ну оно там падает сейчас. Все, 19. 19 нормально. Так, смотрите, агрессивное намерение страны Микрон. И еще и Микрон хочет на нас напасть. Вот соседи какие у нас агрессивные. Пора от них избавиться. А то что ж они, блин, могут нас и захватить. Особенно Микрон. Особенно он. Так, смотрите, можем сейчас провести реформы. Хватает только на вот это. Бонус к очкам во время завоевания. Я так понимаю, что если страна вот, например, не однопровенчанная, а Персию. То захватив меньше, мы получим столько же варскора, сколько получили бы, захватив больше, без вот этой реформы. Просто больше варскора. Если так, грубо говоря. Ну давайте возьмем. Надеюсь, это оно. Потому что это нам надо. И организация армии плюс 10 тоже пойдет. А либералов стало побольше вроде. Или мне показалось. Значит, у нас сейчас 10% есть. В стернизации этой самой. Но нам нужно все 100. Так, на Микрон можно нападать. Союзников у тебя нету? Нету. Ну все, что-то быстро с ним разберемся. Завоевание, поехали. Ну одно сейчас пачкой справимся. Фук, все. Так, ну и синт, кстати, тоже можно будет погрызть, как мне кажется. У тебя союзники есть? Что это? Черт. У него пинжа в союзниках. Это фигово. 18 место по армии у нас. 28. Еще плюс этот синт. 57. Фигово, а то что так получилось. Я хотел его еще начать захватывать. Ну ладно, будем думать. Эта игра непредсказуема. Так, предлагай мир. Присоединение есть. А что у тебя по ресурсам вообще? У тебя? О, у тебя чай. А мы как раз чай и закупаем. Все, сейчас у нас будет свой чай. Что это? Мальчишка в провинции Белла на своей школе узнал, что офицеров афганской армии не стоит оскорблять. Придя в сознание, юнец утирает кровь под носом. Войска в провинции Белла стали причиной ухудшения отношений с местным населением. А наглядь получил по заслугам сделать выговор. Давайте выговор. Хотя... Тут сознательность. Лучше сознательность, чем агрессивность. Потому что у нас, как не повышая сознательность, она все равно будет очень низкая. Они верят в наши причины войны. А здесь агрессивность? От агрессивности лучше не надо. Давайте первый вариант. Давайте пока что мы на этом приостановимся. Продолжим в следующей серии. Я очень надеюсь, что вам эта игра на нашем канале зашла. Ну, понятно, что я пока играть не умею. Но может, оно даже, кстати, и интересно еще. Смотреть за теми, кто постоянно тут... Так, а ты что-то шарит, нажимает, ничего не понятно. Но он все знает. И вот так вот. А так, когда мы все вместе будем постепенно осваиваться, мне кажется, даже это будет интереснее. Но в любом случае, глянем по просмотрам, по активности. Нужно ли это вообще вам или нет. Ну, если нет, то нафиг. Тогда дождемся третьей Виктории и ее будем снимать. Короче. Пока что, перерыв. Продолжим в следующей серии. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в муниципалитарные партии. Или просто общайтесь на наших серверах в Дискорде, ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.